Начало строительства 2018 год, окончание строительства 2020 год. Давайте, дорогие друзья, поаплодируем этому историческому моменту. Свою подпись на памятной табличке поставил и глава Хакасии. Это значит старт стройки Дан. Проект школы типовой на 250 учеников. Здание будет трехэтажным, площадью почти 6000 метров. С автономной котельной, со спортзалом, библиотекой, столовой и просторными учебными кабинетами. Для чапайцев стройка – это большой праздник. Сельскую школу давно пора менять. В этой школе и родители мои учились, и я выучилась. И теперь ходят мои дети. Эту школу очень ждали. А старая чем слабая? Ассоциации. Все, кто приезжал в гости, говорят, почему все. Посреди деревни у вас стоит конюшня. И вот все ассоциации вот такие. Ну, мы, конечно, очень рады, что дети в надежде, что они тоже хоть маленечко, но походят в эту новую школу. Помимо, мягко говоря, устаревшего внешнего вида, чапаевская школа не справляется и с количеством детей. Их больше, чем положено в два раза. Занятия идут в две смены. Более того, дети учатся в Чапаево только до девятого класса. Чтобы закончить 11, школьникам приходится ездить в Абакан. Мы очень ждем новую школу, потому что у нас школа не средняя, а девять классов. Очень ждем, чтобы детки у нас учились до конца, 11 классов. И ребенок у меня очень ждет. Очень все волнуются, обсуждают. Привыкать особо к новому месту школьникам не придется. Новое здание появится рядом со старым, через дорогу. Только представьте себе, через менее чем через полтора года у вас будет школа, прекрасная школа. Вот она будет полностью соответствовать тому, что нарисовано на этой плане. Это не первая школа, которую я видела. Я видела такие школы несколько по такому проекту на территории нашей необъятной России. Это правда, поверьте, будет очень хорошая школа. В ближайшие пять лет, по указу президента, в Хакасии запланировано строительство 12 новых школ в селах и деревнях. Екатерина Лукьянова, Евгений Сульбереков, Новости, 7 телеканал.